4 шаг это отличительные признаки. Отмечу, что данный шаг необходимо заполнять только тем абитуриентам, у которых эти признаки есть. Если у вас таких признаков нет, вы пропускаете этот шаг. Покажу, что здесь находится. Здесь также есть инструкция о работе с разделом. И есть отличительные признаки. Например, право на прием без вступительных испытаний, если, к примеру, вы являетесь победителем или призером Олимпиады и сперечной Министерства науки и высшего образования. Право на прием в пределах особой квоты или преимущественное право зачисления. Если у вас есть такие отличительные признаки, то вам необходимо выбрать какой-то из них, четко соблюдая рубрикатор. Добавить, например, предмет, если мы выбрали победителя Олимпиады, ввести данные подтверждающего документа и прикрепить скан к копию, то есть это сертификат или диплом. Также обращайте внимание на допустимый размер файла. После того, как вы заполните этот раздел, если вы, например, победитель Олимпиады, вы нажимаете кнопку «Сохранить». И тогда у вас на страничке, ну давайте пройдем, сейчас, допустим, есть у нас диплом. Мы сохранились и видим, что у нас появился отличительный признак «Победитель Олимпиады». То есть мы можем на основе этого признака иметь право на прием без вступительных испытаний. Соответственно, этот признак у нас отобразится в заявлении о приеме. Если вы имеете какое-то исключительное право и забыли заполнить этот раздел, то в заявлении у вас этот пункт не отобразится и добавить его вручную вы не сможете. Поэтому для того, чтобы заявление было составлено верно и вы могли претендовать на конкурс по особым правам или по квоте, вам необходимо внимательно изучить правила приема. И если у вас есть особые права, то обязательно внести данные в этот раздел. Если вы данные в этот раздел не внесете, то приемная комиссия не сможет вас зачислить в конкурсную группу с особыми правами. Обратите на это особое внимание. Мы можем добавить, например, если у нас есть право на прием в пределах особой квоты, то тогда мы добавляем наш признак из рубрикатора, добавляем данные документа, кем он выдан. Нажимаем номер подтверждающего документа, вводим его, ставим дату выдачи и также загружаем документы. Когда мы сохранимся, я нажму отмену, но покажу, что здесь, если мы сохранимся, у нас так же, как и по первому пункту, у нас здесь появится наш документ. То есть мы смотрим, какой у нас есть отличительный признак, и тогда мы добавляем тот, который нам необходим. Например, если у вас преимущественное право зачисления, вы также выбираете свою категорию, по которой вы претендуете на это право. Вы прикрепляете подтверждающий документ, вводите его номер, дату выдачи и загружаете в личный кабинет. После того, как вы какой-то из этих признаков загрузите, вы можете вернуться на главную страничку и увидеть, что этот шаг у вас пройден.